Всем привет! У меня есть полторы минуты, поэтому я потрачу их на очередной сеанс промывания ваших мозгов. Знаете, вы мне нравитесь. Не все, конечно, но большинство из вас. Поэтому я расскажу о том, как пройти кастинг. Ответ прост. Нужно выделяться. Покрасить себя маркером-выделителем тоже способ, но я немного не об этом. Например, один парень раздавал топ-менеджерам на улицах свои резюме, одевшись в костюм сэндвичем. А еще один создал сайт, на котором предлагал 500 долларов или круиз в жаркие страны тому, кто подскажет ему самый креативный способ получить работу. Откликнулись тысячи людей! Потом этот безработный пошел в компанию и представил свой сайт как пример творческого подхода к маркетингу. И его взяли. Есть другой вариант. Не совсем честный, но действенный. За 6 часов до собеседования глубокой ночью соискатель поехал в соседний город, чтобы купить там любимые булочки директора компании и принести их свежими. Придя в организацию утром, он представил это так. Так, некоторые вещи сложно найти. Например, эти булочки или специалисты, имеющие опыт работы и кучу дополнительных способностей. Теперь у вас есть и то, и другое. Выпечку оторвали вместе с руками и со всем остальным телом. Иными словами, его взяли на работу. Некоторые платят главам компании реальные деньги за минуты собеседования с ними. Но я бы вам не советовал. Лучше познакомьтесь с гендиректором в онлайн-игре, потом закрошите с ним пару монстров и попроситесь на работу. Проверенный способ. Главное, не забывайте сначала его лечить, а уже потом себя. И вообще, всячески оберегайте своего руководителя. Хотя в любом случае можно переборщить с креативом и отпугнуть потенциальных работодателей. Помните, что главное профессионализм, а не эпатаж. Поэтому дважды подумайте, прежде чем прыгать голышом на стол к гендиректору. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА